здравствуйте дорогие друзья меня зовут андросова анастасия филипповна для тех кто со мной еще может быть не знаком я преподаватель школы клуб математики и сегодня тема которую мы с вами разберем называется системы уравнений системы уравнений его г могут встретиться лишь в двадцатом номере это первый номер по алгебре из второй части соответственно где вы должны предоставить уже полностью оформленное решение сначала я выписала системку линейных уравнений сразу хочу сказать что скорее всего в 20 номере система будет чуть посложнее нежели линейная но выписала я ее стоит целью чтобы на ней вспомнить основные методы которые вы возможно подзабыли для решения систем существует два основных метода это метод подстановки метод сложения сейчас мы их оба повторим для начала ну я сказала про то что уравнение моей системе линейные да по иксу и по игреку давайте вспомним что же это такое вот если ваше уравнение представляется видео x плюс бы игрек равно c это значит она линейная по иксу и по игреку а b и c здесь просто числа то есть скажем x плюс игрек равно одному линейное уравнение по иксу и по игреку а b c могут быть отрицательно естественно то есть чтобы типа 2x минус 3y равно минусу 7 тоже линейное уравнение по иксу и по игреку то есть чтобы уравнение было линейным там не должно быть и произведение x на игре книг с квадрат не игре квадрат не переменной в знаменателе посмотрев на первое уравнение мы понимаем что она очевидно линейное 3x плюс игрек равно 5 чисто такой бит окей идем дальше смотрим на второе уравнение выглядит чуть посложнее кажется вы могли сказать мне здесь же есть знаменатель такая линейность главное чтобы знаменателе стоит лишь число а и мы помним о том что если мы обе части уравнения умножим на одно и то же число то мы также получим верное равенство поэтому давайте немного похимичем как говорится вторым уравнением да я хочу избавиться и от пятерки в знаменателе и от двойки в знаменателе кажется чтобы пропали оба знаменателя мне нужно обе части уравнения умножить на 10 давайте это сделаем то есть 1 я оставляю без изменения просто переписываю а второе превращаем хороший для себя вид значит я умножаю на 10 то есть я эту дробь умножаю на 10 эту дробь умножаю на 10 и не забывая правую часть также умножить на 10 если у меня знаменатель первой дроби это 5 а я умножаю на 10 а значит в числителе у меня будет 2 умножить на x плюс 2 то надеюсь понятно что я сделала то есть смотрите вот у меня было x плюс 2 делить на 5 а я всю эту дробь решила умножить на 10 вот далее у меня 10 и 5 я могу сократить и у меня остается 2 умножить на x плюс 2 вот это вспомогательные выкладки сюда я записала уже результат плюс что будет если я y пополам умножу на 5 извините на 10 снова у меня десятки двойки сократятся и у меня будет 5y поэтому сюда я пишу плюс 5y и правую часть как я уже говорила не забываем умножить на 10 получается минус 10 первое уравнение по-прежнему оставляю без изменений а во втором раскрывая скобки привожу подобные слагаемые получаю 2 умножить на x скобки фонтанчиком раскрывая плюс 2 умножить на 2 4 плюс 5y минус десятку оставляю справа то есть я сейчас просто приближаю 2 преобразовываю второе уравнение к виду который меня устраивает самым обычному виду линейного уравнения по иксу и по игре значит привожу подобные слагаемые до очевидно x и y лучше оставить с одной часть а в одной части 2x плюс 5y четверку переношу сюда она мне превращается в минус 14 вот теперь моя система в хорошем виде а дальше давайте вспомним методы а первый метод называется метод подстановки в чем он заключается он заключается в том что вы выбираете какое-то из двух уравнений и выражаете из него любую переменную это может быть как x так и y просто выбираете уравнение раз и переменную какую-то из в этом уравнение 2 который как вам кажется проще выражается то есть для этого кажется полезным посмотреть на коэффициента то есть при иксе коэффициент 3 при игреке коэффициент 1 то есть например если я решу выразить x из первого уравнения мне сначала придется выразить 3x и я скажу 3x это 5 минус y тогда x это 5 минус y делить на 3 с дробью я надеюсь возиться никто не хочет но иногда придется если у вас не будет здесь хороших переменных но конкретно в этом случае я вижу что кажется для меня выгоднее всего выразить вот этот y потому что у него коэффициент единицы перед ним у меня не будет в конце того самого деления на какое-то число которое сейчас было когда я выражала x соответственно я беру сейчас и из первого уравнения выражаю y что получаю y равно 5 минус 3x иду дальше второе уравнение я просто переписываю без изменения веду систему по прежнему то есть а первое уравнение я просто преобразовала в удобный для себя вид выразив оттуда y второе переписала без изменения уйдем немного в русский язык метод называется методом подстановки то есть кажется что что-то куда-то надо подставлять вот мой следующий шаг в алгоритме метода подстановки после того как я выразил одну из переменных подставить это самое выражение в во второе уравнение системы то есть переписываю теперь игрек равно 5 минус 3x а во второе уравнение системы вместо этого самого игрека подставляю 5 минус 3x то есть вот это подставляю вместо игрека вот сюда 2x плюс 5 надо не забыть поставить скобки потому что вот это цельное выражение для y 5 минус 3x равно минус 14 теперь второе уравнение достаточно хорошая почему потому что она ну линейная и содержит себе одну переменную поэтому где-то в сторонке но это тоже часть решения обычно систему ведут слева а все вспомогательные выкладки выполняют справа поэтому я сейчас в сторонке переписываю лишь второе уравнение спокойно я его решаю нахожу их а потом возвращаюсь к системе то есть я пока его просто переписываю и решаю раскрываю скобки привожу подобные слагаемые так получаю минус 13x 2x минус 15x это минус 13x 25 перенесу туда не забуду знаки поменять 25 переносится через знак равно поэтому становится минус 25 минус 13x равно минус 39 прекрасно значит x это минус 39 делить на минус 13 минус у меня уходит 39 на 13 соответственно x равно 3 теперь я возвращаюсь к своей системе и говорю что ага вот моя зависимость y равно 5 минус 3x первое уравнение оставляя таким каким оно было а это я уже решила и отсюда я могу взять информацию что решение этого уравнения x равно 3 все мы приближаемся к концу x равно 3 а y считается вот по такой формуле если я знаю x соответственно я просто место x подставляю троечку то есть 5 минус 3 умножить на 3 и того получается x равно 3 а y же равно 5 минус 9 то есть минус 4 вот ответ как записывается ответ можно оставить вот в таком виде системы можно записать как пара чисел в круглых скобках то есть как точка на координатной прямой на первом месте вы тогда обязательно пишите x а на втором месте y вот так может ну может и должно выглядеть оформленное задание номер 20 у вас на уге давайте продолжим на примере этой же самой системы разберем второй метод который называется методом сложения то есть до этапа преобразования линейных уравнений к нормальному виду x плюс by y равно c все остается без изменений то есть вот до этого шага я еще не выбирала каким методом я буду решать систему уравнений напоминаю методе подстановки мы начали отсюда выражать y что же за метод сложения метод сложения заключается в том что если вам это нужно вы берете и выбираете число на которое вам выгоднее всего умножить обе части уравнения для чего и как его выбирать смотрите а почему вообще сложение по итогу я буду складывать обе части обе части этих уравнений но возможно предварительных преобразовав как то складывать или вычитать давайте на примере вот если бы у меня было x плюс y равно 10 и x минус y равно 5 да вот такая система я понимаю что если я сложу левую и правую части этих уравнений то у меня пропадет переменная y если я сложу левую части ну вот и правую это у меня верное равенство это тоже верно если я сложу 2 верных равенство точнее и хлебы и правую части у меня получится верное равенство, то есть a равно b и c равно d. Из этого следует, что a плюс c равно b плюс d. Кажется, что да, очевидно, это верно. Также я имею право и вычитать, то есть из этого также следует, что a минус c это b минус d. Здесь в данном примере я сложила левые и правые части. Так чем же это хорошо? Что у меня уходит одна переменная плюс y и минус y уничтожается и остается 2x равно 15. То есть уравнение с одной переменной, чему я так радовалась в методе подстановки. Отсюда я могу найти x, потом подставить это x, любое из этих уравнений, найти y. Система решится. Это был пример попроще, где не надо было ни на что домножать. Теперь в нашем случае смотрим на коэффициент. И как всегда лучше работать с тем уравнением, где коэффициент при какой-то переменной равен единичке. Если есть такая переменная в принципе. То есть я смотрю, что здесь у меня плюс y, а во втором уравнении плюс 5y. На что же мне нужно умножить первое уравнение, чтобы потом при сложении 5y и сколько-то y уничтожились? Понятно, что на минус 5, потому что если я буду складывать 5y и минус 5y, они уйдут. Поэтому я понимаю, что для меня выгодно умножить первое уравнение на минус 5. Многие любят умножать просто на пятерку, а потом вычитать. Тоже можно, вкусовщина в чистом виде. Я умножу сейчас на минус 5 и буду складывать. Если я умножаю первое уравнение полностью на минус 5, я не забываю, что я каждое слагаемое умножаю. То есть 3x умножить на минус 5 даст мне минус 15x. Плюс y умножить на минус 5 даст мне минус 5y. Про правую часть снова не забываем. 5 умножить на минус 5 даст мне минус 25. Второе уравнение переписываю без изменения. Теперь я складываю эти уравнения и пишу одно из этих. Любое то, которое проще выглядит. То есть, как по мне, так 3x плюс y равно 5. Самое простое из них. То есть переписываю его. А вторым уравнением пишу результат сложения. Вот этих двух уравнений. Давайте подробно запишу. Минус 15x минус 5y. Левой части складываю. Плюс 2x плюс 5y равно. Теперь складываю в правой части. Минус 25 плюс в скобочках минус 14. Что получаю? Первое уравнение простое. Оно у меня для того, чтобы потом y найти. Работаю со вторым, потому что оно сейчас будет хорошим. Потому что оно будет на одной переменной. Минус 15x плюс 2x дает мне минус 13x. Минус 25 минус 14 дает мне минус 39. И снова я понимаю, что из этого я могу найти x. Можно было это отдельно решать. Я веду систему. В принципе, тоже не важно. Поэтому что у меня остается? 3x плюс y равно 5. Из второго уравнения я нахожу, что x это минус 39 делить на минус 13. То есть 3. Ну, дело за малым, да? x я уже знаю. Найти y. То есть сюда подставляю вместо x троечку. 3 на 3 9. 9 плюс y равно 5. Отсюда понимаю, что x равно 3. А y это 5 минус 9. Минус 4. Каким бы методом мы не решали, естественно, ответ у вас должен получаться одинаковым. Ответ от метода не зависит. Теперь перед нами второй номер. Чисто у Гештной 20-й и сборника Ященко прошлого года. Если мы посмотрим на эту систему, мы поймем, что здесь уже нет линейных уравнений, потому что x квадрат y квадрат, x квадрат y квадрат x. Нет, не линейные. Есть вторые степени, да? Но что вы должны понимать, что система из нелинейных уравнений решается теми же самыми методами. Это метод подстановки и метод сложения. Единственное, что вы должны понимать, что совсем не обязательно вы будете, вот, например, метод подстановки, совсем не обязательно вы будете выражать x или y. x и y отсюда выразить как раз-таки сложно. А вот, скажем, y квадрат из первого уравнения легко выражается. Это 61 минус 5x квадрат. Дальше. Смотрю на второе уравнение, а там тоже есть y квадрат, и больше y нет. Значит, если я вот это выражение на y квадрат поставлю второе уравнение, я получу уравнение на одну неизвестную, только на x, что не может не радовать. То есть 15x квадрат плюс 3, и вместо y квадрат я подставляю это выражение. Почему я имею право это сделать? Что такое вообще система? То есть система двух уравнений. Это значит, у меня вот это равенство 100% верное, и вот это равенство 100% верное. Поэтому я их могу как-то комбинировать, подставлять одно в другое, складывать, вычитать. А что такое решить систему? Это найти пары чисел x и y, которые удовлетворяют обоим этим равенствам. Вот. То есть сейчас я выразила y квадрат из первого, и вместо y квадрат это выражение подставила во второе уравнение системы. И поняла, что вот оно, мое прекрасное уравнение превратилось в уравнение на одну переменную x. Могу решить. Но это не то, что я хотела сделать. У меня от подстановки, конечно, прекрасно. Но хочется, чтобы вы научились сложения. Вы видите, оно, как правило, красивее быстрее. Хотя подстановка бесспорно бы сработала. Если я посмотрю свежим взглядом на эту систему, я пойму, что левая часть первого и второго уравнения очень похожа. То, что левая часть второго уравнения в три раза больше просто левой части первого уравнения. Поэтому я сейчас возьму и обе части. Первого равенства умножу на 3. Что же я тогда получу? 15x квадрат плюс 3y квадрат. Очень похоже на второе, да? Справа 61 на 3. Не забывайте. Самая частая ошибка забыть правую часть умножить. Вот. И моя система превратилась вот в такую. Дальше. Дальше я могу записать одно из уравнений любое. Не из этих, а из этих. Смотрите, я сейчас буду писать вот это. Почему? Да потому что вот это уравнение это как бы производное от первого. Это просто домноженное на 3 первого уравнения. Так зачем мне ввести громадные коэффициенты? Поэтому я записываю изначально там, где коэффициенты поменьше, там, где меньше шансов сделать ошибку. А дальше смотрю, то есть вот это и вот это это одно и то же. Это просто разная их запись. Естественно, записала то, которое попроще. А теперь смотрю вот сюда. Наверное, вы помните, что в предыдущем примере я умножала специально на отрицательное, чтобы складывать их. Здесь умножила на положительное, сделала одинаковые левые части, и теперь буду вычитать. Это одно и то же. Умножить там на минус 1 или на минус 5 и складывать, или умножить на 5 и вычитать. Просто, чтобы вы понимали, что это одно и то же, что можно делать и так, и так. То есть, теперь у меня два верных равенства, и у них одинаковые левые части. Логично вычесть из одного другое, чтобы получить что-то простое и красивое. Пишу подробно. То есть я сейчас вычитаю обязательно в скобках. То есть вот из этой левой части я вычитаю вот эту левую часть. Так подробно можно не писать, но я вам сейчас, чтобы все поняли. Из этой правой части вычитаю правую часть второго уравнения. Вот. Первое оставляю без изменения. понимаю, что если я раскрою скобки вот здесь, вот давайте я вот сверху их раскрою, так делать не надо, либо сразу пишите результат, либо пишите подробно, но я сейчас, чтобы не тратить время, да, перед скобкой знак минус, в общем, вот это уравнение превращается вот в такое вот. И я понимаю, что все у меня взаимоуничтожается. Я это и так понимала, потому что они у меня были абсолютно одинаковые. Вот здесь вот. То есть, поэтому я их решила вычесть из одного другого, потому что у меня туда все убьется. И таким образом слева остается 0, а справа остается 61 на 3 минус 61 умножить на x. Второе уравнение прекрасное, в нем одна неизвестная я x беру и решаю в стороночке. 61 x равно 61 умножить на 3. Ну, x равно 61 умножить на 3 делить на 61, то есть, x равно 3. Решила в сторонке простейшее уравнение линейное с одной неизвестной, возвращаясь к системе. То есть, вот это у меня превратилось в просто x равно 3. Вот. А второе уравнение, ну, давайте перепишем без изменения. Теперь, что такое система? Верно, оба равенства. И первое равенство у меня x может равняться только 3. Поэтому, так как x только 3, может быть равен из первого уравнения, поэтому я подставляю во второе вместо x 3. Так и пишу. 5 умножить на 3 в квадрате плюс у квадрат равняется 61. Дело за малым найти у из второго. Веду дальше, давайте, вот сюда. То есть, x равно 3. Здесь 5 умножить на 9 45. 45 плюс у квадрат равно 61. 1. x равно 3. y квадрат равно 45 переношу вправо. 61 минус 45 получаю 16. Ага, надо не лохануться, ребят, смотрите, в чем. y квадрат равно 16. То есть, y равно не 4, а либо 4, либо минус 4. Я сейчас буду писать максимально грамотно, хотя уверена, что половина из вас напишет y равно плюс минус 4, но давайте учиться сразу писать хорошо. Либо-либо это значит совокупность, не путать с системой. И вот такая конструкция у вас будет встречаться очень часто. Сейчас я в общем виде запишу, когда у вас будет вот А, А, Б и С, либо Б, либо С в системе. И надо знать равносильность, что это равносильно совокупности двух систем. Вот А при условии как бы система либо Б, либо С. Это значит система А с Б, либо система А с С. Кажется, звучит более чем логично. Поэтому вот здесь у меня получается либо, вот знак либо, это совокупность. Дальше. Одновременно система это одновременно, да? Х равно трём, у равно четырём, либо совокупность х равняется трём, у равняется минус четырём. То есть вот эта запись говорит о том, что моя система имеет два решения. Три по х, четыре по у, первое решение, либо второе решение х равно трём, у равно минус четырём. В ответ можно записать, как я уже говорила, как координаты точек на плоскости. То есть 3, 4 первая пара и 3 минус 4 вторая пара. Вот такой прекрасный несложный номер. Номер три. Перед вами что я замечаю сразу? Я пока забываю про метод подстановки и метод сложения, потому что если я вижу, что у меня одно уравнение решается сразу, естественно, я должна его решить. То есть я сразу могу найти х или у из одного из уравнений. Вот. Смотрю на первое уравнение. Оно у меня представимо в виде произведения равно нулю. Это самый прекрасный вид в математике, к которому мы стремимся. Потому что это когда произведение равно нулю. Когда я могу что-то умножить на что-то и получить ноль. Только в случае, когда либо первый множитель равен нулю, либо второй множитель равен нулю. Напоминаю, не путать совокупности систему, сейчас совокупность либо. То есть когда вы решаете квадратное уравнение, у вас тоже совокупность. х либо такой, либо такой. Вот. Поэтому я понимаю, что либо х минус 8 равно нулю из первого уравнения, либо у минус 9 равно нулю. Естественно, если бы справа была единица или какое-то другое число, это бы не работало. Типа 1 вторая умножить на 2 это единица. Поэтому если произведение равно единице, совсем не следует из-за этого, что хотя бы один из множителей равен единице. А вот с нулем следует. Ноль вы больше никогда не получите, кроме тех случаев, когда либо то, либо то равно нулю. Вот. Поэтому что я делаю? Иду по науке максимально подробно сейчас, чтобы вы не запутались и учились оформлять правильно. Потому что оформление системы это отдельная история. Значит, кажется, что все понятно. А теперь мы снова столкнулись с конструкцией, которую я обсуждала в предыдущем примере. Вот, я запишу для нового. То есть тут либо А, либо Б, все это в системе с С. То есть либо А, либо Б, но С обязательно с ними одновременно. Это значит, либо А одновременно с С, либо Б одновременно с С. Если вы изучаете информатику, для вас должно быть совсем просто конъюнкция, резюнкция и так далее. Если нет, просто запоминаем равносильность, если пока не понимаем. Вот этот переход крайне частый. Поэтому здесь у меня снова равносильно совокупности двух систем. Х-8 равно нулю. Это я просто переписываю. либо вот совокупность знак либо у минус девять равно нулю с вот этим последним уравнением, которое я тоже переписываю. Вот. Сейчас я иду подробно, медленно и грамотно. Погнали. х минус восемь равно нулю. Ну, очевидно, х равно восьми. Знак системы. это одновременное выполнение. Значит, я во второе уравнение вместо х подставляю х равно восьми, потому что я как бы нахожусь в случае, если х равно восьми, решим вот это уравнение и найдем у. А здесь, если у равно девяти, решим вот это уравнение и найдем х. Поэтому я подставляю вместо х восемь и получаю у минус пять, восемь минус тринадцать. То есть восемь минус тринадцать это тоже минус пять. То есть у минус пять равно четырем. Пока оставляю. Перехожу ко второй системке. Здесь у равно девяти. То есть я при условии, что у равно девяти, как бы нахожу х отсюда. Значит, я подставляю вместо у девять, потому что здесь знак системы. девять минус пять это четыре делить на х. Девять минус тринадцать это, соответственно, минус четыре равно четырем. Упростила, теперь надо решить. Если х равно восьми, чему же равно у? Ага, что я понимаю? что у минус пять делить на у минус пять дает мне единицу. То есть если я сокращу эту дробь, у меня будет единица равна четырем. Это неверное равенство. Значит, отсюда никакого у я найти не могу. То есть вот это неверное равенство, значит, эта система решений не имеет. Перехожу ко второму. Если у равно девяти, ну а здесь крест-накрест перемножаю, да? Четыре равно четыре в скобках на х минус четыре. х минус четыре было в знаменателе, поэтому можно в стороночке записать х минус четыре не равно нулю и обвести в рамочку. В целом понятно, что х минус четыре не равно нулю, потому что четыре не равно четыре на ноль, но лучше записать. Значит, первую систему я просто откидываю, потому что она не имеет решений. И значит, у меня остается лишь вторая. что получаем у равно девяти, а здесь ну давайте разделю обе части на четыре, можно, конечно, начать раскрывать скобки, но можно разделить на четыре и понять, что отсюда х минус четыре равно единице. То есть у равно девяти, а х равно пяти. Четверку перекинула туда. все, я решила систему и готова записать ответ. Не забываем, что в ответ пишем на первом месте х, на второй у. То есть одна пара чисел является ответом. Это х равно пяти, у равно девяти. У системы единственное решение. Вот. Чем показательна эта задача? Тем, что снова нам встретилась вот эта конструкция, вот эта равносильность надо прям вызубрить, чтобы писать все это делограмм. На сегодня все. Я разобрала три номера. Мы с вами повторили метод подстановки, метод сложения и решили две системы из сборника Ященко ОГ 2022. Домашнюю обязательно сделайте. На сей раз я задам ее на экспертную проверку. То есть вы прям прикрепите файл и вам проверят и поставят баллы, как бы вам поставили это на ОГЭ, поскольку это уже вторая часть. Домашка будет что-то похожее, естественно, систем может быть намного больше, но давайте пока разбираться по частям. Всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok